ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Решил сделать обзор на свой автомобиль. В данном обзоре вы увидите Lexus GS350. Полный привод. Владею автомобилем 4 года. Покупал я его у родственника. Поэтому автомобиль достался мне практически новый. На момент покупки было 28 тысяч пробега. Сейчас 143 или 145. Точно не помню. Не посмотрел. За 4 года, конечно, были там какие-то косички. Автомобиль уже знает, как свои 5 пальцев. Поэтому попытаюсь рассказать более подробно. Преступник. Двигатель 3.5 В6. 317 лошадиных сил. Мотор хороший. Приемистый. Все нормально. Под капотом мою развод. Поэтому не судите строго. То, что грязно. Этого достаточно. Я так считаю. Что могу сказать? Меняю масло. Каждые 9-10 тысяч. Расходов практически нет. Ну, там может полсантиметра убавиться за 10 тысяч. Я считаю, это допус. Расход масла в любом случае должен быть. Это горловина для заливки омывающей жидкости. В бачок влазит ровно 5 литров. На 130 тысяч километров заменил аккумулятор. Был на природе. Слушали музыку. Аккумулятор сел. Что-то покупать много. Масло фильтра меняю у официалов. У официалов ТО выходит. Ну, есть и замена масла. Здесь 7 литров масла. Воздушный фильтр. Фильтр масляный. Выходит что-то в районе там 7,5-8 тысяч. У меня там еще скидки просто. И все такое. Все плановые ТО делаю. Как в книжке, можно сказать, написано. Там может где-то раньше. Может где-то чуть позже. Так, чтобы сильно надо. День вообще практически не сосет. Из тех косяков, что здесь были. Единственное, я заменил левый ступичный подшипник. Тут он идет в сборе. В сборе со ступица. Цена его 2 600 или 2 800 тысячи рублей. Менял с левой стороны. Также по ходовке я еще заменил стойки стабилизаторов. Они тут идут тоже в сборе. Поэтому ценник тут уже... Ну, у нас сам стабилизатор дорогой. У официалов вышло у меня со скидками что-то 12-13 тысяч. Его можно было не менять. Но когда проезжаешь лежачий полицейский, был такой неприятный искрив в салоне. Я просто, можно сказать, из-за этого заменил. Больше ничего у меня в платформе не ломалось. Ну, естественно, я делаю плановый ТО. Это замена масла в коробке. Здесь, в данном автомобиле, полный привод. Надо масло менять в переднем и заднем дифференциале. Свечи здесь иридиевые. Там их раз в 90 или 100 тысяч их можно менять. Ну, я менял на 80 тысяч. Если конкретно кого интересует, сколько стоит ТО, пишите в комментариях. Я найду чек и покажу вам, как есть. Причина тяжеленькая. Колодки стираются так, умеренно. Ну, еще, можно сказать, от езды зависит. Ну, колодки меняю где-то каждые там 30-40 тысяч. Ну, я сразу все меняю. Заменил лобовой. Единственное, да, что у меня дорого вышло, заменил лобовое стекло. Поймал камень. Поймал камень прямо по центру. Трещина появилась на уровне глаз. Мешала, можно сказать, обзору. Блики появлялись, я решил заменить. Да, стекло оригинал. У меня установлена проекция. Стекло из-за этой проекции дороговато. Можно так сказать. Здесь находится адаптивная подвеска с изменением жесткости. Говорят, что у данного автомобиля на 80-90 тысяч выходит амортизатор. У меня пока тут нормальный. И мастер посмотрел. По этому поводу можно не переживать. Ну, так, не знаю. Автомобилем я очень доволен. Едет хорошо. Дел я антихром, пленкой заклеил, противотуманки покрасил. Здесь хром был. Здесь хром пленкой затянул. Дефлекторы выхлопных труб покрасил. Здесь накладка также была хромированная. Ее тоже затянули в пленку. Данный автомобиль выпускался с 2013 года. Сейчас его сняли с производства. GS сейчас вообще не выпускаются. Типа они не ликвидные. Не знаю, тому кузову 8 лет. Но мне кажется, он выглядит достойно. Машина-пушка. Дизайн актуальный у нее. Это отлично мое мнение. Может, кому-то она не нравится. Тут уже, как говорится, на цвет и вкус товарищей. На данном автомобиле установлена диодная оптика полностью. Также, ну, я еще делал сам. Сделал бегущие поворотники. Делал в ателье. Если кому интересно, могу сказать, где делал. Пацаны делают качественно. Претензий к ним нет. Из минусов могу сказать, что это, естественно, налог. Здесь 317 лошадиных сил. У нас в Южном регионе коэффициент высокий. Мы платим, если свыше 250 лошадей, мы платим 150 рублей за лошадь. Здесь 317 лошадей. Налог здесь 47,550. Это как минус. Это кто хочет, тот платит. Кто хочет, тот покупает с меньшим объемом, с меньшими лошадками. Второй минус это топливный бак. Открывается просто. Нет никаких кнопок, нет ничего. Просто подошел, нажал, открыл. Топливный бак здесь 65 литров. Максимум на нем я проезжал это 500 километров. Сразу по расходу. Не знаю, у кого как. Многие говорят, что на данных автомобилях расход там 19, 20, 22, 25 литров. Не знаю, у меня, я данным автомобилем владею 4 года, больше 16 литров не поднималось. 15, 7 это был потолок вообще. Я езжу активно, шашечки не устраиваю, ну не знаю, но у меня такой расход. Может если постоянно ты целыми днями газ в пол будешь давить, без головы, то будет там и 20, 25, 30, 40, я не знаю. Но у меня, я на компьютере за все года могу вам показать, что не было бы такого расхода. По кузову вроде как ничего нет. Давайте салон покажу. Тут пацаны уже темно, но покажу по максимуму. Комплектация максимальная, лакшери. В данной комплектации в подлокотнике идет блок управления мультимедиа, подогрев сидений, там и задней шторкой. Все так, ну я так сильно тут не знаю, я тут не сижу, поэтому не знаю. Здесь установлены трехзонный климат-контроль. В подлокотнике небольшой отсек. Здесь установлены подстаканники, два штуки. Да, кстати, в данном автомобиле сидения не откидываются. Здесь просто есть, если вам что-то нужно длинное перевести, не знаю, удочку, например, кто-то отдох, открываете ящичек и перевозите. Места здесь достаточно. Сзади тут довольно-таки так просторно. На окнах установлены механические сетки. Тут так больше, в принципе, ничего нет. Что-то сразу на область багажника начали, ну что-то я протупил, не знаю. Ну, в общем, багажник тоже довольно-таки вместительный. С палитром не знаю сколько он, но вместительный. Здесь находится штатное полноразмерное колесо. Также тут есть электропривод. Открывается, закрывается. Открыть багажник можно с помощью кнопки. Если вы находитесь рядом и у вас имеется ключ в кармане. На данном автомобиле установлен бесключевой доступ. Вот ключ у меня находится в кармане, я подхожу к машине, приложил палец, машина закрылась. Чтобы открыть, просто между дверью и ручкой засунуть руку. Все, машина открылась. Пассажирская сторона. Регулировок здесь многовасти. Тут 18, кажется, регулировок. Ну, там если вперед-назад, боковые поддержки, подушки, поясничный упор там. Ну, много всего там. Сиденья, я скажу, очень классные. Я проезжал за день там более тысячи километров. Какого-то там прям дискомфорта я конкретного не ощущал. Водительское-пассажирское сиденье с памятью. Вчера снимал, быстро стемнело. И да решил сегодня по светлому уже сделать новое видео. Я просто его добавлю и все. В общем, по салону. Салон, мне кажется, выглядит, на мой взгляд, отлично. И по сей день это актуально все. Ну, в общем, смотрите сами. Тут экран 12,5, касса 12,3 дюйма. Комплектация максимальная. Акустика Марк Левинсон. Здесь 15 или 16 динамиков и сабвуфер. Здесь у нас расположены омывайка фар, система Traction Control, подогрев руля и датчик контроля слепых зон. Здесь у нас находятся кнопки управления проекцией. Это одометр, это подсветка приборов. В общем, когда запускаете, двигаете, запускается кнопкой. Нажал тормоз. Нажал кнопку старта. Все запускает. Руль автоматически выехал. Запускаются последние настройки, к которым эксплуатировался автомобиль. Кто-то говорит, что джойстик управления мультимедиа неудобный. По мне, не знаю, я к нему привык сразу же. У меня никаких трудностей с ним не было. Все управляется очень легко. Тут все доступно. По поводу расхода, как говорится, сейчас посмотрим. Средний расход у меня 14,3 литра. Вот если по месяцам даже смотреть, 15 литров, это 15,5 максимум было. Поэтому у меня, как я говорил раньше, никогда не превышало 17,18, тем более там 20, не знаю. Хотя я, нет-нет, да бывает, сжариваю машину. А тут так все стандартно. Кнопка запуска датчика дождя. Здесь мы регулируем чувствительность датчика дождя. Это у нас подстаканники. Подогрев, вентиляция передних сидений. Это парктроники и задняя шторка электрическая. Сейчас вот нажму. Она выезжает. Как заднюю передачу включаю, сразу шторка опускается. Опускается шторка и включается камера заднего вида. Потом снова, как вы начинаете движение, шторка автоматически поднимается. По поводу динамических характеристик. Трассу держит хорошо. Даже если вы едете скоростью 180-200 навстречу фура, у вас не происходит никаких колебаний. Но к боковому ветру, конечно, она такая склонна, можно так сказать. По поводу чего тут не хватает, лично для меня, это кнопки выключения монитора. Его просто так выключить нельзя. То есть, если экран на самую минимальную яркость, но все равно мешает, то кнопки выключения экрана нет. Нужно зайти в настройки экрана и нажать в выключение экрана. Тогда он выключается. Для меня это лично неудобно. Мне не хватает кнопки выключения кондиционера. Вот, aircondition. Конкретные кнопки. То есть, нужно сначала, если вы едете, зайти в это меню, там, в кондиционерах. Можно здесь зайти, можно зайти через главное меню. через климат. Можно зайти через климат и здесь выключать. Здесь кнопка отсутствует вообще. Ее тут просто-напросто нет. Это также прикольная кнопочка. Если ее активируешь, то кондиционер работает только в той зоне, где находится человек. Если сейчас, допустим, на пассажирское сидение либо сзади сядет человек, то датчики активируют кондиционер. Сейчас прикреплю разгон от нуля до 200. В общем, смотрите. Итак, два человека у нас в машине. Сейчас делаем замер от нуля до 100. Посмотрим, что получится. спорт режим и выключаем трекшн-контрол. Сейчас мы что-то вообще увидим. - Продолжение следует... Как-то так получилось, даже до 200 разогнался, посмотрим, что получится по секундам потом. Машина классная, я ей доволен, минусы я вам перечислил. Если у кого есть возможности, то покупайте, не пожалеете. Все, всем пока!